Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь, в стране. Если вы хотите оставаться в курсе всего, что здесь у нас происходит, о чем на самом деле думают, сплетничают, общаются турки, чем они заботятся, то вам точно на этот канал. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Очень яркое, эксцентричное, провокационное заявление сделал президент Эрдоган на этих днях. Эрдоган призвал вернуть Крым Украине. Турецкий лидер заявил, что этого требует международное право. Он также поддержал территориальную целостность Украины. В свою очередь, Песков прокомментировал это заявление Эрдогана, ответ свой дал от Кремля. Я, больше скажу, очень хорошо эту ситуацию сгладил. Отстатывал, что в целом эта тема относится к категории разногласий между нашими турецкими друзьями и нами. И здесь у нас расходится мнение. Но в остальном мы продолжаем развивать отношения с Турцией. Что касается попыток смягчения давления США, Турция продолжает руководствоваться своими интересами. А в том числе и развивать торгово-экономические отношения с нами, с Россией в частности. Вот так ответил Песков, прокомментировал эту ситуацию. Ну, думаю, кто за новостями следит. Для вас это не что-то новенькое такое заявление. Турция не признавала аннексию Крыма никогда с самого начала, когда это произошло. Просто такая очень большая игра. Вот так как Эрдоган подтверждает, что он едет на саммит Брикс в Россию, который состоится в Казани в октябре. Затем у нас был ответ. Тоже СМИ турецкие один день, условно, смусолили. Были большие главные заголовки, но они оказались пустыми. О том, что Путин едет к Эрдогану. Тоже было со стороны Кремля это заявление. Все там обсуждали. Заголовки были именно такие. Когда? Что? О чем мы там договаривались? Когда он приедет? Но по факту каких-то зацепок, дельной информации на этот счет нет сейчас. Ну и следующее. Ну, конечно, это игра в разные, скажем так, ворота. Поэтому просто повторилось заявление, которое и всегда было. Ничего как бы нового. Но при этом мы видим реакцию Кремля. Они просто это сгладили. Такая реакция. В общем, политические, дипломатические игры. Все как всегда. Буквально вчера в Анкаре состоялась встреча делегации Хамас с главой национальной разведки Турции Ибрагимом Колыном. По информации газета Туркия, они давали эту главную информацию, дайджест, что же происходило на встрече. В общем, если вкратце, то у них есть свои источники в службе безопасности Турции. И они сказали о том, что на встрече обсуждалась необходимость срочного прекращения в секторе Газа. Ход переговоров вообще между Израилем и Палестиной. И вопросы обмена пленными. Вообще обговор вот этих процессов. Как это сделать, все эти технические моменты. Турция и Казахстан договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны. Была встреча в Астане. Состояла встреча глав Минобороны Казахстана и Турции. Были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, боевой подготовки, военного образования, совместного взаимодействия. Стороны подтвердили желание расширять двустороннее сотрудничество. В частности, в оборонной сфере между этими двумя странами. В турецких СМИ и в Твиттере вересилось видео, как шьют кепки воды Ямани на фабрике текстильной. Потому что для предвыборной кампании Дональда Трампа была выбрана турецкая фабрика. В частности, заказ получила компания Zirve Shapka Promotion. И они получили заказ на производство 100 тысяч бейсболок в промок в избирательной кампании Трампа. Много шуток на эту тему в соцсетях между гражданами, в комментариях. Самое часто встречающее о том, смотрите, как Турция участвует в выборах. Помогает в выборах Америки. А на самом деле, ну это как бы стёк, конечно же, не в прямом смысле. Что, в общем, как турки и американцы на самом деле взаимодействуют, сотрудничают. Что у нас колыхнуло светское общество? Целый день это таким инфоповодом было. У нас выбирали Мисс Турцию 2024. Девушка у нас победила ей 24 года. Её зовут Идиль Бельген. Она медик по образованию, училась в очень хорошем, крутом университете турецком, университет Коч. Она представит страну на Мисс Мира от Турции. Но выяснилось, что Идиль Бельген, она победительница конкурса, является на самом деле дочерью Мустафы Левента Бельгена. Кто он на данный момент? Левент – это посол Турции в Киеве. Левент Бельген приступил к исполнению этих обязанностей. В октябре 2023 года было назначение. А ранее он вообще был такой в политике всегда. Он был послом в Абу-Даби от Турции. Занимал должность генконсула в Нью-Йорке с 2011 по 2014 год. И был также генконсулом в Торонто, в Канаде, тоже от Турции с 2009 по 2011 год. И сколько же сплетен разговоров началось на эту тему. Изначально, когда утром, это происходило вечером мероприятие, и обсуждение его в СМИ, в соцсетях, оно началось утром. И я здесь скажу, что люди писали какие-то комментарии в Твиттере, в постах различных. Все, конечно же, задались вопросом, что в сторону красоты, внешнего вида красоты, модельности какой-то. Вот это и мисс, которая победила. Многие высказывали о том, что у нас есть девушки, назовем так и покрасиво, и посимпатичнее. Но попозже, как и за это зацепка пошла, и в СМИ начали разбирать, и в блогеры, и в СМИ, и в Твиттере, в соцсетях, выяснять, кто она, что она. И выяснилось, что это дочь высокопоставленного человека в политике консула турецкого за границей. С большим таким опытом, то есть человек при положении. Неоднозначно люди, народ, публика восприняли подобный выбор и победу этой девушки на конкурсе красоты. Хочется отметить просто, что, конечно же, в Турции, как и в других странах, конкурсы красоты, мисс различные. Они потеряли какой-то свой вес. Естественно, понятно, что это больше какое-то звание, скорее всего, где-то купленное, за что-то спонсорское. Все это все знают. Как это в мире происходит, здесь точно такая же схема. Но почему конкурс не с Турции в Турции? Я бы не скажу, что он сейчас важен, но он был очень важен еще лет 10 назад. Это 2000-й, 2010-й, до 2015-го года примерно была значимость этого конкурса. В чем суть о том, что это всегда был медийный трамплин для знаменитостей. Актеры и актрисы, которые становились мисс Турция или мистер Турция, такой конкурс тоже есть, они, как правило, это путь в карьеру. Это все поголовно становятся сначала моделями, затем набирают какой-то стаж, год-полтора. Ну, по-разному там ситуация будет. Кто-то сразу прыгает в актерство. Это лица, это узнаваемость, это медийность, это база стартовая для знаменитости. Раньше так было, когда не было соцсетей, инфлюенсеров, блогеров, не было инстаграма. И это был вот такой, назовем, инстаграм, узнаваемость, звездность, телевидение, прямая дорожка к своей популярности. А где у тебя медийность и популярность, там твоя карьера. И уже люди выбирали, они либо моделями становились, снимались в рекламе, как правило, контракты после конкурса мисс. Потом идет актерская карьера. Очень много знаменитых актеров, если вы посмотрите под на год, но становились после конкурса мистер или мисс Турция, становились знаменитыми актерами. Очень важные поправки к налоговому законодательству Турции сейчас будут приниматься. Я уверена, они примут, правительство вводит лимит на максимальную сумму покупки за наличные. Предполагается, что будет установлено ограничение на расчет за товары и любые услуги в стране свыше 7000 турецких лир. Сейчас по курсу это чуть больше 200 долларов. Если поправки будут приняты, то юридические и физические просто лица люди здесь в стране будут обязаны осуществлять платежи на сумму свыше 200 долларов безналичным способом. Через банк, через карточку, как хочешь, мобильный банк, пожалуйста, но не наличкой. Из-за нарушения этого требования в поправках предусмотрены штрафы. Штраф минимальный 5000 лир, это 150 долларов за операцию, или 10% от суммы самой операции. То есть, если это большая какая-то компания, предприятие, большая сумма была оплачена наличкой, а не через банк, то там берется 10%. Если сумма не очень, скажем так, большая, ну условно там 8000 лир, там 250 долларов, а не 200 пороговая, то будет 5000 лир штрафа, это 150 долларов. Если эти изменения планируемые примут, они коснутся самое важное. Там отдельно в пунктах теперь прописано арендодателей и арендополучателей, в общем, аренды квартир, жилья. Оплатить за аренду жилья, если у тебя сумма больше 7000 лир, тебе придется только через банк, только карточкой, через банк, каким-либо способом легальным для налоговой, чтобы они видели этот перевод. Если вы это делаете скрыто, не афишируют ее, и как-то там договорились владельцам квартиры, и это скрывается, то каждому из вас штраф 5000 лир по 150 долларов, либо 10% от суммы. Ну если это большая аренда, ну простите, у нас аренда за 7000 лир, ну в Стамбуле бы такого просто нет, может быть где-то в провинции есть, кстати, кто живет в маленьких городах, напишите, если у вас что-то за 7000 лир, но мне кажется, этого уже практически нигде нет, ну в крупных городах точно. Так вот, теперь если вас поймали, вы заплатите 10% от этой суммы, а если у нас сумма 50-100 тысяч лир, например, за 2-3 месяца аренда, когда заезжаешь в квартиру, депозит, вот эта вся история, это большие суммы. Для чего этот закон вводится, поправки? Ну конечно же, это налоговый запрос, для прозрачности платежей, откуда ты берешь деньги, я про это рассказывала в видео, о изменениях, про ВНЖ, как трясут криптооплаты, деньги, легальность денег, оборот финансовые в стране, это все в ту подвязочку закон идет. Напомню о том, что я вам раньше рассказывала, несколько месяцев назад, в июне месяце или в мае 2024 года, можете поднять мои старые видео, проверить, если хотите, но ориентировочно в эти даты, были поправки внесены, что транзакции банковские, их подняли процент, то есть они стали дороже, если ты, например, со своей карточкой зашел в банкомат другого банка, снимаешь деньги, вот эти оплата услуг, она дороже, или перевод карточкой через другой банкомат, платеж, коммуналку платишь, еще что-то, перевод какой-то делаешь на счет кому-то, ты за это, подняли этот тариф, короче говоря, проценты за эти услуги дороже стали, по-моему, даже сразу в два-три раза они поднялись, ну, короче, существенно, если большие суммы, это существенно. Но было типа поправочка, такое послабление, но в государственных банках между друг дружкой, в госбанках, типа беспроцентна эта вся история. Далее, сейчас у нас подняли законы, помните, про аренду, про арендодатели, подкрутили в июне месяце на то, чтобы люди платили налоги с дачи своего жилья, чтобы не, точнее, как правильно выразиться, помните, если ты хочешь сдавать там посудочно ненадолго аренду, должны там соседи написать заявление, разрешение, что они не против, вот это вот все. Короче, подрезали сначала банковские платежи, стали подороже процент, затем у нас сдачу аренду жилья арендодателей к налоговой притянула, сделала такие правила, что они обязаны, то есть условно, если ты не объявишь о том, что сдаешь квартиру, у тебя соседи, у них есть резон на тебя настучать, короче говоря, условно, да, тебя сдадут, например. И теперь вот эта подвязка про платежи, порог, про 7000 лир, выглядит очень классно, вроде бы, ну, до 7000 лир, пожалуйста, наличка, а все, что свыше, ты карточка, что мы проверяли, откуда ты деньги взял, и вообще твои доходы, что сторона тебя знала, да, своего героя в лицо. Звучит классно, но просто платежей и аренды ниже 7000 лир, у нас таких платежей нет. Простите, в месяц оплата iData, iData-то коммуналка различная, да, если я говорю про Стамбул, про крупный город, если у тебя еще на территории есть бассейн, какая-то уборка, то те же 200 долларов, пожалуйста, 7000 лир в легкую вообще накапывают, зависит от услуг, которые у вас в дворе, условно, за что вы платите, ну, то у меня iData столько стоит. То есть эти 200 долларов просто ни о чем. В провинции возле Измира, район Мендерес называется, обрушилась дорога, ее размыло полосы сильного жестокого ливня, некоторые дома, предприятие просто затопило из-за сильного дождя, провалился асфальт, также утонули автомобили, их некоторые смыло в море, некоторые автомобили прям провалились туда, в дорогу, где асфальт разрушился. Также в Оздере затопило закрытую парковку, она принадлежала муниципалитету, соответственно, со всеми машинами, которые там были. Также повредились три дома, в итоге это 6 квартир, и три припаркованных автомобиля возле вот этой территории, которую затопило. Но вообще в Измире грядет какая-то экологическая, назовем так, катастрофа, потому что люди напуганы, много видеофотографий в интернете, как к берегу приплывает, прибивает умершую рыбу. Рыба, назовем так, умирает, дохнет, в воде всплывает и прибивает ее к берегу. Но это такие масштабы, такой большой мор рыбы идет. Вы себе не представляете, просто к берегу в воду не зайдешь. И последнее время, вы замерили, почему я говорю экологическая, какая-то катастрофа, проблема, до этого еще 3-4 недели назад были, вирусились в соцсетях видео просто жителей и людей о том, что очень много грязи, грязная вода именно в Измире. И какая-то тина там начала производиться экстра, и много бытового мусора, человеческого, грязи. То есть бутылки, пакеты, какие-то упаковки, все это кучи с этой тиной, вода мутная, грязная. Там же порты все равно, да, и очень много именно, никак это не доказано, да, но обсуждение у людей идет, у жителей Измир, знакомые живут, о том, что скорее всего и выброс идет какой-то в воду из портов либо судов, закрезняется вода, и мор рыбы этой пошел. То есть здесь проблема какая-то такая техническая, да. Не только то, что люди очень много мусора выбрасывают, вообще не обсуждается, так и есть. Но есть еще и какой-то другой фактор, который изменился, но, скажем так, который пока что не пойман, не зарегистрирован. Интересное видео запечатлила камера наблюдения в магазине. Это был обычный жилой дом, и электрик пришел проверять счетчики, делать поверку счетчиков, и каким-то образом под ним проломился пол, и мужчина упал на нулевой этаж первый, где на первом этаже находился магазин. И он упал, его, скажем так, поймал и словил продавец в магазине, который находился просто под ним абсолютно в тот же самый момент. Он помог мне мужчине вылезти, подхватил его, но это был огромный сюрприз. И также по поводу строения домов в центре Стамбула обрушилось трехэтажное здание. Никто не погиб, слава богу, и здание было старое, но пострадал человек, который мимо продвигался на машине, ехал мимо этого здания в тот момент, когда обрушивалось это здание в этом процессе, короче говоря, мужчина пострадал, он обращался к медикам за помощью. Вот такие новости Турции на данный момент. Напишите в комментариях под видео, что думаете, какая новость вас оставила неравнодушной. Мне будет интересно почитать, посмотреть срез, что вас интересует и каких новостей больше добавлять в нашу повестку. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. До встречи в следующих видео. Всем пока!